Собственно, меня зовут Денис, я в андроиде с 12-го, кажется, года. Еще начинали писать, учитывать 2.2 в своих приложениях. С некоторого времени я занимался релизами в собственной компании, в компании, в которой работал, и периодически касался каких-то вещей, какие-то костыли ловил, делал, и постараюсь поделиться опытом и рассказать, как же, собственно, происходит публикация. Я думаю, что новичкам в любом случае будет интересно старичкам, возможно, какие-то, старички какие-то лайфхаки для себя найдут. Вот. Собственно, что мы сегодня быстренько рассмотрим, это подпись приложения, то, в каком формате можно сделать публикацию, какие-то, рассмотрим вещи, подсказки, советы, которые следует сделать до релиза своего первого, как, собственно, сделать аккаунт в Google Play, и быстренько пробежимся и попробуем сделать релиз нашего тестового приложения, ну и быстренько пробежимся к возможностям консоли Google Play изнутри. Собственно, для презентации написал небольшое приложение. Представим, что мы как бы разработчик какой-то начинающий, возможно, придумали крутое приложение, сделали его, и, собственно, как же поделиться с пользователем им, не отправляя, там, не знаю, ПК-шку напрямую через Телеграм, с почтой и так далее, своим друзьям, как вы делаете на этапе теста. Первое — это нужно приложение подписать. И, как бы, что такое подпись? Это некий файл, который хранит в себе запарольный файл, который хранит в себе пароль от контейнера этого, не хранит, а, получается, требует. И есть алиас и пароль к конкретному ключу. Многие делают один кейстор, туда кладут для каждого приложения свой пароль, собственно, алиас и пароль. Я каждый раз делаю новое, ну, не знаю, чтобы не запутаться, наверное, больше. Ну и плюс, чтобы они не зависели друг от друга. У каждого разработчика при установке SDK от Android есть дебажный кейстор, который лежит, соответственно, для Windows в этой папке, для Mac и Linux в этой. Им по умолчанию подписывается каждое приложение, которое мы ставим со студией себе на телефон или на эмулятор. Это по умолчанию. Собственно, что... А, мы можем посмотреть информацию о нашем кейсторе, дебажном и релизном, запустив Gradle команду, Sign in Reports, или запустив консольную команду, кейтул, лист, ну и, соответственно, с нужными ключами и параметрами. Вот. Что покажет эта команда? Это различные сертификаты, отпечатки, данные, алиасы и так далее. Они требуются для гугловых сервисов, для каких-то, возможно, фейсбуковских библиотек и так далее, чтобы библиотеки знали и корректно реагировали на то, если подпись неправильная. К примеру, если мы подпишем приложение, использующее Google карты, другим ключом, оно просто перестанет работать, потому что Google карты подумают, что приложение какое-то взломанное, неправильное, и, получается, ваша квота не будет расходоваться на каких-то хакеров, которые подписали другим ключом ваше приложение. Вот. Для, получается, валидации сторонних сервисов и проверки, что это приложение ваше. Что я советую? Это помещать дебажный кейстор внутрь приложения в отдельную папочку и, собственно, делать property файл, в котором мы указываем пароль, store, кей, алиасы и так далее. Тогда в этом случае при разработке командой вам не надо будет учитывать ключ каждого разработчика. При разработке, допустим, на разных ноутбуках, там, рабочем, личном и так далее, то есть при смене компьютера вам не нужно будет каждый раз добавлять новый кейстор в Google консоль для сервиса. Вот. Удобно, собственно, любое приложение, собранное в дебажной версии, как бы тестировщикам удобнее, не надо переставлять, удалять, там, с нуля оставить, потому что иначе приложение не поставится поверх другого. Вот. И, собственно, в Gradle можно прописать signing configs для дебажной версии, для релизной. Мы читаем этот файл, который мы положили в отдельную папочку, читаем из property файла пароли, расположение и так далее, и, собственно, приложение подписывается Gradle в нужном кейстору. Для релиза, в принципе, то же самое, но делаем небольшой фоллбэк, потому что релизный кейстор может быть не у всех. И если он не найдет в кейстор файл, он просто как бы упадет. В другом случае другой разработчик, который не имеет релизного кейстора, просто подпишется дебажным файлом, и все будет хорошо. Собственно, как сделать релиз вашего приложения? Если руками первый раз, можно сделать Build, Generate, Signed, Bundle или APK. И из этого меню сделать уже кейстор кнопочкой Create New. Откроется примерно такой экран, заполняем всю информацию, придумываем сложные какие-то пароли, выполняем генераторами или как-то еще, прописываем алиас. Это, в общем-то, скорее всего, название вашего приложения. Но это, в общем-то, любая строка. И указываем контакты. Это, собственно, создаст ваш кейстор по указанному пасу, положит его и можете им пользоваться. Единственный очень большой совет – не храните кейстор в гид, потому что это очень, как сказать, опасная вещь. И если, допустим, над вашим проектным приложением будет работать какой-нибудь там фрилансер или, допустим, команда расширится на несколько человек, как бы у каждого разработчика будет доступ к кейстору, и это, как бы, очень плохо. Это довольно секьюрная вещь, и не стоит ее просто так вот коммитить. То есть в игнор обязательно добавляем сам кейстор и пароли данные от него. В общем-то, как бы, если чисто даже файл кейстора вы заливаете, в принципе, наверное, ничего страшного. Но пароли и алиасы, и пароли от кейстор, его не стоит точно заливать. Соответственно, прописываем после создания релизного ключа такой же путь и так далее, как ваше название файла. И, в общем-то, можем собирать уже через Gradle командой Assemble Release, Assemble Debug, и будет сборка. Вот. Еще один совет, который стоит сделать перед релизом. Специально я полазил по маркету, поискал очень много приложений, которые вроде солидная компания, нефтяная, там, большая, но пакет у него явно не соответствует, как бы, ну, тому, что представлено. Выбирайте Application ID перед релизом, потому что потом его не сможете изменить, и, как бы, это проблема. Очень часто такая проблема возникает в аутсорсовых компаниях, когда они используют свой пакет для кода. Соответственно, как бы, Application ID тоже прописывает свой. Заказчик об этом, скорее всего, даже не знает. И после первого релиза получаем, как бы, подобные какие-то вещи. Вот. Ну, в принципе, ничего страшного, но, наверное, не солидно, и, возможно, как бы, заказчики будут не очень довольны, когда увидят такой URL, и вы им скажете, что, собственно, сделать уже ничего нельзя, кроме как перезаливать полностью приложение с другим ID. Вот. Выбирайте более-менее какие-то осознанные названия компании или сайта, или что-то такое, связанное с продуктом. Вот. Еще один совет, который, как бы, стоит запускать. Необязательно, но стоит. Это линт. Это утилита, которая позволяет проинспектировать ваш код, выявить какие-то ошибки, причем на совершенно разных уровнях. То есть это и код, и ошибки безопасности, и ошибки совместимости версии андроида. Очень много ошибок возникает с переводами, локализациями, ресурсами неиспользуемыми. И, в общем-то, линт это показывает, как бы, очень много информации, и пробегитесь по ней, увидите все в отчете, и, конечно, там, максимально негативные справки. Вот. Это помогает, особенно если что-то там забыл с ресурсами сделать, там, удалить лишнее, добавить, и, допустим, там, разрабатывать под несколько разрешений отдельные лейауты, и в одно из разрешений вы их не добавили, линт это покажет. Вот. Чтобы не было падений и сюрпризов в уже релизе. Вот. И также очень большой раздел, который следует обратить внимание, это ProGuard. Собственно, на его замену уже Google подвигает R8. В принципе, как по мне, примерно одинаково. Под капотом, скорее всего, да, есть разница. Вот. Что такое ProGuard? Это утилита, которая позволяет очистить ваш код от всего лишнего и также позволяет сделать ваш код более защищенным от декомпиляции. То есть, как бы, включается он вот этими двумя плагами. Это, собственно, удаление используемых ресурсов, и вот это, это, собственно, включение ProGuard. Можете также указать какой-то путь для кастомных каких-то правил. Про правила чуть-чуть позже расскажу. ProGuard превращает ваш код примерно вот в такое. То есть, был вполне себе пакет, там, com, калининград, gdg, и, соответственно, название классов. Он заменяет все это на одно-двухбуквенное название, и ваш стэк-трейс, картинка просто из интернета, как бы, не обращайте внимания на пакеты, ваш стэк-трейс будет выглядеть примерно вот так. То есть, в общем-то, догадаться, что это, в каком месте упало, и что произошло, ну, хакеру довольно тяжело. В общем-то, это не защитит вас 100% от взломов, но, по крайней мере, для усложнения жизни это 100%, и вот так вот сходу открыв АПК как архив, ну, человек уже не поймет, что здесь происходит, и что, какой куча-то кода за что отвечает. Вот, обязательно сохраняйте, при использовании ProGuard генерится маппинг-файл, обязательно его сохраняйте вместе с релизом, потому что он поможет вам расшифровать, собственно, ваши стэк-трейсы и получить какую-то адекватную аналитику после получения стэк-трейсов от пользователей. Что такое ProGuard файл, собственно, ProGuard rules? Это текстовый файл, который содержит те правила, по которым ProGuard будет официровать ваш код. Каждая библиотека, которую добавить в проект, если ей это требуется, на GitHub, как правило, есть раздел ProGuard, и вот эта библиотека для сканбота, это библиотека для сканирования документов. Вот, и они указывают, что им требуется, чтобы в дальнейшем в работе вашего приложения не было ошибок касательно этой библиотеки из-за ProGuard. Вот ProGuard, собственно, пропускает имена, указанные в ProGuard rules, или не обращает у них внимание и так далее, то есть какие-то там свои правила, и, в общем-то, это забережет вас от падений. Также, кроме сторонней библиотеки, не забываем то, что дата объекта тоже поменяет свои имена, и это будет, допустим, там не City класс, а какой-нибудь AZ и так далее. И если вы пользуетесь, там, сериализацией или Gasson используете, там, отправляете модельки на сервер, обязательно используйте аннотации SerializedNate, чтобы на сервер не уходили вот эти фразы типа AZ и так далее, как бы вас просто не поймут. И также, если вы используете там имя классов, имя методов, как бы тоже обращайте на это внимание и добавляйте либо возключения, либо, собственно, какими-то аннотациями, потому что это все время будет работать и имена сменятся. Вот. Собственно, поговорим немножко про формат. С недавнего... Ну, раньше был только АПК. Это формат вроде zip-архива, в котором помещали все ресурсы, все библиотеки, все нативные библиотеки, строки, классы и так далее, DEX-файлы. Пользователь, получается, скачивал то, что вы загрузили, и устанавливался уже на Android. С недавнего времени появился новый формат, это Android App Bundle. Как бы это что-то вроде заготовки для Google Play, в рамках которой Google Play каждому конкретному юзеру собирает его сборку, релевантную для его телефона. То есть, если там пользователь зашел с конкретным там Самсунга с определенным дисплеем и так далее, Google Play предоставляет ресурсы только для этого телефона, и как бы это экономит место и скачиваемые файлы и так далее. Потом я вернусь к этому файлу. Так примерно выглядит Android App Bundle, если представить его схематично. То есть, это базовый модуль, в котором хранятся классы, отдельно ресурсы, отдельно переводы, отдельно ассеты, нативные библиотеки. Также можно использовать динамик-фичу. Это фича, которая докачивается после установки приложения, если она там не требуется сразу. И такой архив, собственно, позволяет экономить место, время и какие-то новые фичи, которые Google очень активно продвигает. Вернемся к слайду. Это один из советов по уменьшению как раз места. Google активно продвигает идею о том, что сборки надо уменьшать. Видимо, у него нагрузки совсем на Google Play сервера. И каждая, собственно, экономия места – это, в общем-то, хорошо для вас, потому что люди чаще качают приложение, если оно меньше занимает. Это как бы реальная аналитика, и проценты не скажу, но как бы снижается процент, если приложение большое. Используйте, собственно, стандартную встроенную в Android Studio утилитку для конвертации PNG и JPEG ресурсов в WebP. Экономия, на самом деле, очень большая. Даже при 100% качестве WebP, практически 43% – это, на самом деле, много. То есть, если у вас там 10-20 таких картинок в приложении, ну, несколько мегабайт, вы просто одной утилиткой сразу наберете. Вот. Теперь немножко про Google Play. Как бы мы, получается, собрали сборку либо АПК, либо Аббандл. Про нюансы с Аббандл еще касательно Google Play коснемся. Вот. И как же нам это распространить? В первую очередь, надо завести аккаунт на Google Play как разработчик. В общем-то, для этого нужна Google Почта и коснемся ее немножко. Люди рекомендуют не регистрировать Google Play аккаунт на свою личную почту. Делайте отдельную, соответственно, включайте 2FA, придумывайте сильный пароль, потому что, взломав почту, злоумышленники могут получить доступ к вашему приложению, к вашим деньгам, к вашим пользователям и так далее. Это как бы, ну, такие советы, наверное, просто из разряда очевидных, но лучше стоит это поговорить. Вот. Отдельную почту нужно не личную делать, потому что проблемы возникают разные. Бывает, что аккаунт разработчиков банится, и если забанят вашу как бы личную почту, вы потеряете как бы все контакты, все фотографии и так далее, всю почту. Вот. Обращайте на это внимание. Вот. Первое – это регистрация. Аккаунт платный. Стоит он 25 долларов единоразово. По-моему, в Apple это 100 долларов ежегодно, если не ошибаюсь, если что-нибудь поменялось. То есть, как бы, ну, по-божески, относительно Apple. Как бы, ставите галочки, что вы совсем согласны, оплачивайте, если не ошибаюсь, там в течение, по-моему, пары часов, или, может быть, даже сейчас уже раньше, я бы давно заводил. У вас будет доступ к Google консоли, то есть ничего сложного, но процесс такой довольно простой. Единственное, что, по-моему, нужно платить с карточки именно с вашего имя и фамилии. Вот. Ну, это нюанс, я думаю, что уже при оплате и регистрации вы прочитаете. Вот. Так примерно выглядит главная страничка, в которой, собственно, несколько приложений у меня тестовых добавлено было. Ну, как тестовых, уже они не опубликованы, но, как раз, когда-то они были в продакшене. Что здесь можно сказать? Как бы, есть список приложений, есть настройки, в которых вы можете добавлять других разработчиков, тестировщиков, каких-то, не знаю, саппорт, допустим, для общения с пользователями в рамках оценок их. Вот. И, в общем-то, получать какие-то отчеты и получать важную информацию, которая обновления Google Play. Чтобы выпустить наше приложение, нужно в первую очередь пройти пять пунктов, которые требует Google. Это загрузить АПК, собственно, они отмечены галочками, загрузить АПК, настроить страничку приложения, это загрузить, написать все ресурсы, все описания, пройти несколько анкет касательно контента приложения и указать то, каким способом и где мы будем распространять свое приложение. Вот. Это обязательные пункты, остальное, ну, уже по мере. Вот. Обращайте внимание на ограничения, которые используются при описании приложения, потому что часто пишут какие-нибудь там продающие большие тексты, но как бы не всегда это вылезает в описание. То есть у нас есть название, краткое описание, полное описание. Они используются все на странице Google Play в различных вариантах на мобильном телефоне, то есть либо в списке, либо уже в детальной информации. Название – это не название вашего приложения на экране юзера, то есть это не лаунчер будет видно, это именно для Google Play. Сюда можно включить какие-то завлекающие фразы, которые увеличат конверсию. То есть они будут использоваться при поиске, они будут видны юзеру, то есть это не просто там тихое, скромное там название, а какие-то там примечания, отличающие ваше приложение от конкурентов. Собственно, заполняем описание. И нам нужно загрузить очень много картинок, которые, в принципе, следует заранее продумать и подготовить заранее. Это значок в высоком разрешении 512 на 512. Секунду. И скриншоты, в первую очередь. Также, если ваше приложение поддерживает планшеты, ну или в принципе теории запускается на планшетах, следует сделать их, потому что тогда приложение более релевантно будет продаваться для поиска, для юзеров, которые заходят в Google Play с планшета. В принципе, там ничего сложного, просто делаете скриншоты, загружаете в специальный раздел. Это увеличит, собственно, ваших пользователей, конверсию и так далее. Вот. Минимум два скриншота, ничего вроде сложного. Можете использовать не конкретно живые скриншоты вашего приложения, это может быть ресурс, нарисованный дизайнером, с какими-то картинками, пояснениями, текстами, человеком, держащим телефон с вашим приложением в руках и так далее. В общем-то, просто подгоняйте под нужное разрешение и все. Также нужен баннер. Это тот ресурс, который будет отображаться на заднем фоне в мобильной версии приложения. Можете указать промо-ролик YouTube, тогда попадет вместо баннера, кажется, этот промо-ролик, но это не обязательно. Вот, по возможности. Собственно, можете даже панораму загрузить, если для вас это интересно. Один из ключевых моментов – это категория и тип приложения. Тип приложения, если не ошибаюсь, это игра или просто приложение, а категория – это то, в какой, собственно, сфере ваше приложение и чем оно может помочь пользователям. То есть это финансы, возможно, развлечения, возможно, что-то для здоровья. Как бы выбирайте, и тогда, возможно, попадете в конкретные подборки, в релевантные, и будете показываться в рекомендуемых приложениях, если человек находится на странице вашего конкурента. Также появились в недавнее время и теги, то есть до этого я их не замечал, либо, может быть, просто и не очень внимательные. Теги, собственно, используются для продвижения, как, я думаю, и в любых сервисах. По ним, визуям, будет проще найти аналогии и, в принципе, какие-то подборки посмотреть. Вот. Перешли отписание, собственно, к загрузке нашего собранного ПК. В Google Play есть несколько способов распространения сборок. Если идти снизу вверх по этому скриншоту, то первое – это чисто тестирование. Здесь они не расчитаны на юзеров. Вы добавляете, либо загружаете приложение и отправляете это своим тестировщикам или, допустим, друзьям и так далее, либо внутреннее тестирование, которое проводится по, собственно, белому списку. И в чем его особенность? Здесь нет ревью. То есть, если альфа, бета и рабочая версия – это проверка в углом довольно длительно иногда, то внутреннее тестирование, что-то вроде фабрика, наверное. Просто загружаете, и через некоторое время тестеры могут его скачивать. Единственное, что по ограниченному кругу лиц. Альфа-версия – это закрытая версия приложения, которое вы можете распространять на отдельных тестировщиков, которые указали вы. Бета-версия немножко мягче, чем альфа, тем, что могут вступить конкретные юзеры, не относящиеся к вашей компании, просто по желанию они вступают в программу, подтверждают, что они согласны на условия, и могут скачивать ранние версии, которые, допустим, обкатываются. Они ожидают, что там могут быть баги, они дают вам какую-то быструю обратную связь, и вы, соответственно, исправляете сборки, и потом уже можете выпустить более стабильную рабочую версию. Рабочая версия – это версия, которую, собственно, можно найти в Google Play, открыть ее, установить для любого желающего. Вот вполне себе основная стандартная версия, которую качают большинство юзеров. Из лайфхаков, которые касаются различных версий и с тем, что я столкнулся, потратил, наверное, около дня на том, что у меня не работали Google сервисы. Это был Нерби, карты и так далее. Я отправлял сборку Android Bundle через как раз внутреннее тестирование, загружал, отправил ссылку тестировщику, он качал, говорит, не работает. У меня все работает. Не знаю, почему. Проблема была в том, что в этом способе распространения сборки Google подписывает сборку своим ключом, не тем, которым ты подписываешь и отправляешь ему, а своим. И это ломает как раз все сервисы, которые завязаны на подпись, о чем мы говорили на первых слайдах. В принципе, по ссылке там указаны детали и документация. В общем-то, просто имейте в виду и обращайте внимание, если возьмете такие проблемы. Собственно, наша цель выпустить приложение для юзеров, поэтому мы первый выпуск создаем сразу в релиз. Почему бы нет? Чем отличается, собственно, АПК от Android Bundle? АПК вы подписываете своим ключом, он у вас находится локально, и, собственно, никто о нем ничего не знает. Ну, собственно, нет к ним доступа. Android Bundle требует подписи со стороны Google, причем подписи той, которой подписываете вы. То есть Google хочет, чтобы вы загрузили к нему свою подпись. Для некоторых, наверное, безопасников это был какой-то вообще ужас и страх, и до сих пор, мне кажется, приложение типа Телеграма, банков и так далее не пользуется этим, потому что, ну, как бы, возможно, это небезопасно. Google обещает, что все-все-все хорошо, будет все храниться в очень секьюрных, надежных хранилищах, вот, но иначе никак, потому что, чтобы подписать ваше приложение, отдать юзеру, то есть, нужно какой-то отпечаток. Вот, он предлагает это сделать при первой загрузке, ну, и, соответственно, рекомендует в дальнейшем, если вы это еще не сделали. Это создается отдельный слепок приложения, возможно, по-моему, даже из Android Studio, сейчас интеграция есть, и отправляется в Google. В общем-то, на этом, как сказать, взаимодействие с подписью закончено, но появляются некоторые плюсы. в том, что если раньше разработчик терял подпись, и он не смог, не мог выпустить больше ни одного обновления, ни одной сборки, потому что Google не принимает сборки с тем же пакетом, другой подписью, вам пришлось бы менять пакет, ну, application ID, и перевыпускать приложение, говорить юзерам через какие-то другие каналы, там, не знаю, соцсети и так далее, что, извините, у нас такая ситуация, и, ну, это реальная ситуация, у нас в компании такое было, все ругались и так далее, но что делать? Вот, потеряли ключ, и в итоге приходилось перетаскивать пользователей на совсем другое приложение и говорить, что старое больше не работает. Вот, в принципе, в случае с Android App Bundle и загрузки ключа вы можете через техподдержку загрузить, поменять, и в течение некоторого времени уже сможете с новым ключом загружать старое приложение, и все будет хорошо. Это, наверное, из основных плюсов. Как, собственно, выглядит процесс загрузки? Это просто перетаскивание файлика, Google загружает, показывает какую-то частную информацию касательно вашей сборки, вы придумываете техническое название версии, которое будет отображаться в ваших отчетах в консоли, и пишете what's new на разных языках, на разных локализациях, собственно, что нового в этой сборке, и почему пользователю непременно надо ее сейчас срочно скачать. Касательно информации, которую дает Google Play по сборкам при загрузке. Он показывает версии, устройства, то, что вы поддерживаете, какие разрешения. Если это не первая версия, а, допустим, уже обновление, он может показать разницу, грубо говоря, может быть, OpenGL заменился, или какие-то у вас поддерживаемые платформы, библиотеки и так далее появились или удалились, или теперь невозможны, или у вас появилось новое разрешение, обязательно обратите на это внимание, потому что ваши сторонние библиотеки при обновлении могут запросить какую-нибудь локацию, какую-то камеру и так далее, и вы здесь все увидите. Хотя это не очевидно. Собственно, подтверждаем загрузку и на что следует обратить внимание, кнопочка серая. Секунду назад. Опубликовать рабочую версию. Когда мы заполним все пункты из пяти, которые я называл ранее, она будет синяя, соответственно, можно будет сделать релиз и в течение, насчет времени, я могу сейчас соврать, но это от 15 минут до, по-моему, двух недель. Как это регулируется, не знаю. Бывает обновление реально очень быстро. То есть, ты там взял обновление, закрыл ноутбук, ушел, буквально только оделся погулять, и вот уже пришел пуш, что ваши обновления опубликованы. Недавно я изменил страну, просто я исключил Россию из списка стран доступных, нажал опубликовать, то есть я не загружал никаких спорок, ничего. Это было несколько дней, и только через несколько дней пришел пуш, что ваше обновление опубликовано. С чем это связано? Ну, как бы в последнее время закручиваются гайки и ввели ручной режим, особенно для приложений, которые запрашивают опасные разрешения, типа звонков, смс и так далее. У них прям даже жесткий контроль идет. Мы вернемся к первоначальной публикации. Чтобы опубликовать наше приложение, нужно ответить на много вопросов касательно контента в нашем приложении. То есть после заполнения этой анкеты про возрастные ограничения, мы получим лейбл, там 3+, 10+, 18+, собственно, для большинства приложений, там кликаешь нет-нет-нет, ну, всякое бывает. Возможно, у вас какие-то специфичные вещи и специфичные приложения, которые требуют ответа «да», и тогда, возможно, изменится рейтинг на 18+. Почему бы нет? Очень часто рейтинг зависит от контента. То есть если контент только ваш, и вы знаете, и в нем уверены, то как бы все хорошо, там 3+, и все. Если изображения в общую ленту какую-то могут зарубежать пользователей, то вы на них, скорее всего, не можете влиять, и рейтинг будет выше, чтобы, собственно, детям это все не показывалось. Также с недавнего времени появился отдельный раздел про контент-приложения. Он, видимо, связан с законами, которые постоянно выходят, обновляются, про личные данные, про хранение информации, про конфиденциальность и так далее. Как бы Google постоянно ловит штрафы от различных Евросоюза, США и так далее. И, видимо, идут в ногу со временем. Эти анкеты связаны с тем, что вы можете попасть в определенные выборки, вы можете кому-то скрыться в каких-то, возможно, странах. Также раздел про целевую аудиторию и контент заполняется для того, чтобы Google определил, можно ли вас включать в семейные библиотеки. То есть там, где есть дети, там, где есть какие-то там подписки и так далее. Если у вас закрытое приложение с авторизацией, с какими-то закрытыми разделами, возможно, платными, Google при этом потребует логин, пароль или какой-то доступ к этим разделам, чтобы проверить сам лично. Один раз нас завернули просто потому, что мы указали, ну, введите номер телефона, и по-моему придет SMS-код, вы, собственно, так залогинитесь. Не прокатило, и в итоге пришлось менять анкету. Тоже это учитывайте, что придется сделать тестовый аккаунт и как-то открывать свое приложение для Google. Также вы должны проставить очень много галочек, что ваше приложение соответствует законам, что вы не рушаете законы в США и всякое такое. Очень, на самом деле, тщательно следите, старайтесь как бы читать правила, потому что в последнее время очень-очень много блокировок, приложений, и если ваше приложение заблокировано, вы никогда даже столько не знаете, за что. Вам просто напишут, вы нарушили требования у магазина Google Play. Почему? Какой раздел? Какой пункт? Непонятно. Поддержки у них, как правило, такого нет. Отвечает, скорее всего, робот, и люди прям делятся с сильной болью, создают очень много каналов на Reddit и так далее. И если не поднялась шумиха, или вы там никакая корпорация типа Uber, ну, скорее всего, вы не заточите до Google. Это очень проблемно, и следите за этим тщательно. Недавно блокировали приложения для SMS, которые читают SMS-ки прям массово. Блокировали приложения, которые выкладывались с одинаковым контентом, условно, там, карта России, карта, там, Китая, и там, отдельные города постоянно. Есть такие разработчики, у которых 200-300 приложений, просто одинаковых с разными названиями. Поэтому правила меняются, и это один из ключевых моментов, по которым, так сказать, закручиваются гайки. Это вот законы о политике, о персональных данных, и вот, собственно, правила Google Play по очистке приложений. Вот. Подошли, наверное, к последнему разделу. Это распространение. Вы указываете, какого типа ваше приложение, платное, но бесплатное, по ходу, по моему, публикации можно изменить. Если в вашем манифесте есть, собственно, биллинг-сервис, то, в общем-то, здесь будет, можно будет включить платное. И также вы настраиваете, в каких приложениях, в каких странах доступно ваше приложение, по умолчанию недоступно, открываете либо всем, либо, допустим, если у вас приложение только на Россию, там, Украину, условно, Казахстан, открываете только эти страны, ну, и зачем людям из Африки видеть в списке ваше приложение, если оно нерелевантно. Вот. В принципе, здесь ничего сложного, я думаю, что довольно понятно. Есть возможность настраивать даже, по-моему, для отдельных операторов, что, допустим, мы только с Билайном можем качать приложение. И по ходу публикации и, в принципе, в некоторых разделах Google активно дает советы, что сделать, чтобы ваше приложение смотрелось лучше, работало лучше, было для юзеров привлекательным, и как бы его больше скачивали. Вот здесь он предлагает оптимизировать приложение для планшетных ПК, собственно, загрузить скриншоты. Бывает, предлагает добавить переводы, причем в Google есть встроенный сервис переводов, он платный, но для разработчиков, у которых нет возможности этим заниматься, вполне себе удобная вещь. Вот, небольшой обзор по, в принципе, Google Play. Есть очень много статистики по вашим юзерам, откуда скачивают, как удаляют, открывают, в какой момент пользуются, то есть, в принципе, удобно, но это, наверное, какая-то релевантно при больших уже загрузках, при большом количестве загрузок, потому что, ну, грубо говоря, 3-4-10 юзеров, ну, какую-то выборку вам не предоставят. Вот, в целом, учитывая страну, там, или какие-то другие факторы, можно оптимизировать ваше приложение, может быть, там, добавить какой-то нужный перевод, потому что, вот, из Индии, там, скачало больше человек, чем из всех остальных стран, как бы, возможно, вам стоит, там, задуматься об этом. Вот, возможно, включить какую-то рекламу. Также в Android магазине есть отдельный раздел для разработчиков. Из всей, там, информации, в основном для маркетологов и продажников, там, и так далее, техподдержки, есть раздел Android Vitals. Он помогает поддерживать стабильность вашего приложения, показывает ошибки, сбои, INR и так далее. Как раз аналог крошлитики, фабрики и других сервисов. Бывает, что здесь появляются какие-то сбои, которых нет ни в каких других сервисах, и это тоже, как бы, повод зайти сюда и посмотреть, что же происходит. Также есть, по-моему, графики по времени старта и так далее, ну, надо сейчас смотреть, я на память помню. То есть, как бы, вполне себе проанализировать поведение приложения можно на разных телефонах, потому что у нас все работает, у юзеров все тормозит, и вы не поймете, почему. Вот. Также есть раздел по размеру приложения, как бы, Google это продвигает, уменьшаете приложение, оптимизируете, юзеры это любят, и меньше качать, соответственно, быстрее и быстрее будет пользоваться. Файлы диапфускации, это раздел, как раз, в котором вы загружаете те файлы, маппинг, который получился после прогарда. Он поможет, собственно, расшифровать все сбои, анэра и стектрисы, которые приходят сюда. Если вы загружаете Android App Bundle, то файл диапфускации подгружается автоматически. Если это АПК, то загружаете вручную. Вот. Собственно, инструменты разработки это раздел, который поможет девопсам, наверное, больше, или вам, если вы этим занимаетесь, вы можете настроить все вот эти вещи, которые мы сейчас делали руками, загрузка АПК, загрузка маппинга, получение статистики, отчетов и так далее, собственно, через API и делать все это через HCI, допустим, просто коммитив в мастер и загружать очередную версию. В принципе, очень удобно, честно говоря, глубоко не настраивал, но я думаю, что в крупных корпорациях вполне себе это настроено и все этим пользуются счастливо. То есть вряд ли кто-то сильно часто релизит через консоль, имею в виду сайт. Вот. Также есть несколько разделов по управлению версиями вашими. Вы можете, допустим, релизную версию переключить на рабочую, не изменяя это, не перезагружая отдельно сборки. Вот. Проанализировать какие-то уже загруженные сборки информации о подписи вашего приложения и так далее. В общем-то, как бы, все, что касается сборок и АПК-файлов Android App Bundle, в общем-то, все здесь. Также отдельный раздел как раз по работе с описанием приложения. Можете проводить эксперименты, допустим, какие-то изменять цветовые схемы, менять скриншоты и смотреть, как пользователи отреагируют, что больше качают. Если нужно пойти какие-то отдельные анкеты или вы загрузили новую версию приложения и думаете, что возрастной рейтинг мог измениться, повысится или понизится, пройдите еще раз опрос и, собственно, получите новые данные для вашего приложения. Вот. В разделе локализации приложения как раз то, о чем я говорил, вы можете обратиться к помощи сторонних переводчиков и получить в короткие сроки много переводов и юзеры вообще будут счастливы. Вот. Источники трафика, это, наверное, больше для маркетологов. Вы можете отследить, как юзеры приходят к вам, какие там рекламные кампании, ссылки и так далее принесли там больше скачек, загрузок и так далее. Вот. И раздел с отзывами и оценками вы можете как бы вести обратную связь с пользователями, вполне себе хороший канал и первое место, наверное, где юзеры жалуются, что все не работает, это Google Play, там, верните стену и так далее. Как бы все сюда и вы можете здесь повышать лояльность и как бы решать проблемы юзеров прямо из Google Console. Вот. Собрал несколько полезных ссылок, которые упомянул в презентации. Собственно, постоянно все меняется, но, в общем-то, основные разделы есть и я думаю, что дальше уже будет проще, если вы изучите основы. Вот. Мои контакты, если кому надо будет, пишите, расскажу что-то подробнее, потому что здесь сейчас все бегом набегу и надеюсь, как-то все смог описать и рассказать. Сегодня мое первое выступление, поэтому извиняюсь, если что было не так. Все было круто. Спасибо за внимание. Расскажи еще немного про то, как можно выкатывать сборки на процент пользователей, для чего это нужно. Да, я забыл упомянуть. Собственно, когда у нас многотысячная аудитория и у нас есть новая крутая версия с новым дизайном или с новой фичей, мы можем выкатить сразу не всем, а там 5-10-20% пользователей по вашему желанию и сборка новая появится только у них. Соответственно, вы можете получить быструю обратную связь, посмотреть, что все работает стабильно, все как надо, люди не жалуются и вы можете уже сделать релиз для всех пользователей. Это что-то вроде бета-теста, но на реальных юзерах с маленьким процентом. если что пойдет не так, вы можете в любой момент откатить и не весь мир узнает, что что-то пошло не так. Собственно, отвечая на вопрос из чатика, то таким образом вы сможете откатить обратно, но если вы выкатили на всех, то вам кажется только заливать новую версию придется, чтобы вернуть и вертать в зад фичу, которую вы сделали и выкатывать новую версию. Еще вы можете скрыть приложение в принципе от юзеров от всех, но те люди, которые успели вы установите, оно все равно будет отображаться в Google Play. Новым юзерам оно будет недоступно в поиске и так далее по прямой ссылке, но старым юзерам будет видно, поэтому все, что вы выкатили, соответственно, и люди успели скачать, оно остается у них. Поэтому фича с процентами помогает, скорее всего, на большой аудитории. Если у вас 100 человек, в общем-то, там пара процентов ничего не собирается. Так, пишите еще вопросы в чатике, я подключаюсь к Сергею, хотел задать вопрос. Да, собственно, мой вопрос, наверное, не знаю, насколько он выполним. Такой кейс нужно отдать на ограниченный список пользователей, но без приглашения по e-mail, то есть, ну, там какой-нибудь invite link, например, вот что-нибудь такое возможно или реализовать? Без почты возможно, наверное, вот либо рассылка по приложению по ссылке, то есть, вы загружаете, отправляете линк, ну, это я, насколько понимаю, это в интернл, и там нужно именно почту задавать. Да. Например, вопрос ближе к бете, к альфе. Единственное, что бета, как сказать, сейчас могу соврать, но раньше бета-версия, как бы, юзеры могли точно вступить в нее, там, по-моему, ограничение 10 тысяч человек, если не ошибаюсь, то есть, юзеры подтверждали, и, по-моему, вы не получали их почту, но надо смотреть, как бы, раньше это делалось через Google группы, то есть, юзер заходил, а, через Google+, создавались страницы для тестирования, люди туда вступали в эту группу и, собственно, пользовались. Вот, сейчас с Google+, по-моему, все, и надо смотреть, каким сейчас инструментом собирают, эту группу тестировщиков, но точно можно было вот вступить самому. Я почему-то думал, что интернал сборки, которые, типа, самые нижние версии, они, там, можно по ссылке тратить, чершать, такие фабрики. Вот, ссылка только для приглашенных, по-моему. Просто, такой юзкейс, на самом деле, нужно для компаний, которые занимаются рейтингом приложений, раскатить вот эту сборку, но не отдавать ее на большой круг лиц. Но у них в требованиях написано, что, как бы, возможно, это отдельная ссылка, но мы должны по ней перейти, там, скачать приложение со стора, да, и пользоваться. Ну, вот. Ну, обязательно со стора, просто, тогда есть Firebase, через него можно... Ну, а дистрибьюшн, да, это я знаю. Наверное, да. А, единственное, что я, опять же, не упомянул, при распространении посылки, там, короче, нужно танцевать с бунтом, нужно зайти в Google Play, именно на телефоне, зайти в настройки, перейти, кажется, к версии приложения, ну, какую-то, как вот, собственно, мы включаем девелоперские опции в Андроиде, такая же штука есть в Google Play в магазине. Заходим в версию, кликаем там несколько раз на какой-то пункт, что-то типа версии, и открывается отдельный раздел как раз для девелоперов. Заходим туда и разрешаем скачивание по ссылке. То есть, как бы, иначе это не работает. Вот. Это не так очевидно, я, как бы, в первые разы тестировщикам прям сильно большую инструкцию делал, потому что не всегда понятно, в какие вообще настройки надо заходить и так далее. Вот. Это, да, минус, но как сказать, для тестировщиков, в общем-то, наверное, больше сервисов дистрибуции. Единственное, что здесь удобно по ссылке распространять именно Android App Bundle, потому что, если не ошибаюсь, по-моему, всякие беты и так далее не поддерживают, ну, бета, в смысле, фабриковская, не поддерживала Android App Bundle. Есть вопросы. Может ли один и тот же пользователь скачать одновременно и бета-версию и релиз, чтобы две конца приложения у него было одновременно? Нет. Нет, у вас же один пакет, соответственно, как бы вы не можете, ну, и подпись одна и та же, вы не можете загрузить, как бы, два пакета в один телефон. если у вас один application ID, то место становится поверх. То есть, в рамках консоли Google Play это отдельное приложение, то есть, вы можете создать отдельное приложение, которое будет с другим пакетом, что-то типа бета, как, по-моему, у Хрома, если не ошибаюсь, сделано. Да, вы можете в Грэдле прописать суффикс. Да, и загружать это как отдельное с соседним приложением, и там выкладывать что-то типа даже назваться там, не знаю, ваше приложение .bet, и вот, собственно, постить туда новые версии. Но это будут два-раздельные приложения. Так, Иван Лукьянов спрашивает, используете ли вы в работе фреймворк Expo? Expo, это я, насколько помню, это из React, это React. Нет, я, честно говоря, не знаю для чего, но, видимо, не использую. Вот. Да, это платформа для разворачивания React на этих приложений. Ну, на моей прошлой работе, вот Дима, где сейчас работает, ребята используют для внутреннего тестира, для внутреннего распространения Expo, а для внешнего все равно Google Play. Но используют механизм вот этот реакторский, когда по ссылке там типа JS-код обновляется. Вот. нет, я с React не связывался, ничего не могу сказать по этому поводу. Ну, вот, в отличие от Flatter'а, у него есть такая возможность обновления кода на ходу. Вот, с обычной ПК, еще уточнить, обычную ПК вы можете тоже разбить на архитектуры, это поможет вам уменьшить размер, то есть не надо будет там грузить и X64, и X68, и так далее, X86 в смысле. Вот. И он будет, собственно, меньше, но тогда вам придется следить за каждой версией, потому что вы это будете грузить не одну ПК, а там, допустим, 5-7, в зависимости от ресурсов и так далее, и Google Play будет выбирать нужную версию. Но это, во-первых, сложнее, во-вторых, не настолько все-таки оптимизируешь твою сборку, как при Android App Bundle. Вот. С ним реально, ну, там на какой-то большой процент снижается вес АПК для юзера, и, в общем-то, очень сильно рекомендуют пользоваться его. Даже, по-моему, когда загружаешь АПК, Google советует, а вот загрузил бы Android App Bundle, как бы, юзера скачали там не 60 мегабайт, а там, не знаю, 43, там, или 37. И, как бы, это реально работает и очень удобно. Единственный минус, собственно, безопасности, но если вы проноите, ну, наверное, наверное, оставайтесь на АПК. Вот. Наверное, все. Окей, пишите еще вопросы, если что. вот эти такие отказались, там, с перекладом, типа. Окей, понятно. Денис, расширь презентацию, ну, кинь ссылочку на просмотр. в чате, вот. Да, Подождем, еще много вопросов. Да, там, как бы, все, на самом деле, довольно просто. Единственное, что следите за обновлениями, и, как бы, Google очень часто вносит исправление в свою политику безопасности и всего прочего, тебе просто, как бы, вынужден с ними согласиться и, как бы, пользоваться. Вот, недавно было, заходишь, большое обновление, большой экран посреди магазина, либо пользуйся, либо проваливать. Ну, как бы, в принципе, наверное, как и сейчас во моих сервисах. Дим, вам, может быть, есть что добавить, чтобы, что новичкам следует учитывать, какие грабли, чтобы не нафакапить на все свою бедную сотнюю пользователю. Ну, вот, многое уже Денис рассказал, да, у меня был небольшой опыт, правда, я уже, наверное, года два не релизил Google Play, ничего. Видно по его слайдам, что оно довольно сильно изменилось за это время. Я единственное, вот, прямо сейчас внезапно вспомнил, есть вот эти вот ограничения, помнишь, Денис, когда Google уже настаивает, чтобы, допустим, все новые приложения выкладывались старше ТСДК, там, как это называется, два, это последний. Просто не даст тебе загрузить, иначе, да, как бы, он еще отсекает это на уровне как раз загрузки приложения, а насчет изменения магазина, ну, получается, ты грузишь АПК, он проверяет сразу подпись, сразу проверяет вот эти свои условия, и вот я пару раз ошибался в Гардел файле и подписывал, получать, релизную версию дебажным ключом, и он мне говорил, не-не-не, друг, мы с таким ключом работаем, как бы, давай другой, вот, и также насчет изменений, я первый раз, когда зашел в новую версию Google Play, наверное, минут 15 искал так, собственно, место, где я зарелизировал приложение, потому что там, получается, загружаешь файл, нажимаешь опубликовать, открывается еще одна, собственно, страничка, и там где-то внизу кнопочка еще раз опубликовать, и как бы вот тоже были нюансы, вот, насчет времени, как бы, я знаю, что довольно долго, раньше это было вообще преимущество, что айосники там за несколько дней должны были сделать сборку, у тебя еще несколько дней в запасе, ты, как бы, ну, грубо говоря, знаешь, зарелизируешься за час, сейчас, как бы, нет гарантий, ребята из Телеграма жалуются, что у них там неделю релиз шел, как бы, у меня вот несколько дней недавно релиз шел, я знаю, что проблема, если есть разрешение и новое приложение, то есть оно тоже долго проходит модерацию, как бы, предсказать нельзя, поэтому, даже не знаю, что здесь посоветовать, просто закладывайте, если вам нужна конкретную дату, закладывайте, наверняка, неделю точно, потому что всякие проблемы. Если у вас опасное разрешение, и Google спрашивает конкретные какие-то кейсы, зачем вам это, почему вы именно так делаете, как бы, ну, приходится отвечать. Вот. Периодически у них вот проходят чистки, тоже обращайте внимание, проверяйте почту, потому что они предупреждают, там, если вы не справите, там, какие-то нарушения или нюансы до определенного числа, то вас просто забанят. Вот. Это касалось вот политики безопасности, у кого не указана политика конфиденциальности, у кого не указана ссылка внизу в описании приложения, собственно, да, получали банны, и это тоже довольно важные нюансы. То есть следите за письмами на Google и следуйте их советам обязательно. Ну да, но тем более сейчас у них еще медленнее из-за всего этого, то, что сейчас происходит. Кстати, хороший вопрос в чате, какую сейчас минимальную версию поддерживать? Ну, зависит от целевой аудитории, нет? Наверное, да, я бы начинал с пятерки как минимум. Четверки. Кто-то шестнадцати поддерживает. Шестнадцатые. Как бы, как бы, ну, да, очень многие люди пишут, что у нас там, допустим, один процент юзеров там на такой-то версии, а другие пишут, что у нас пятнадцать, как бы, допустим, девятнадцатой версии. И как бы, почему нет? Мы от нас выложили приложение, не знаю, кто там запускал рекламу, но почему-то качали все с Индии, со всяких Малайзии там и так далее. И, честно говоря, я очень удивился статистике. У меня по версиям API было двадцать пять процентов девятнадцатого API. Я такой, как бы, откуда, почему, что? То есть, как бы, если вы рассчитываете все-таки ваше приложение для развивающихся стран, назовем их так, не США там, и не Европа, то будьте готовы к тому, что там будут не те проценты, которые там во всех отчетах и так далее. То есть, это не несколько процентов, это на самом деле очень сильно влияет. Мы, кстати, вот убедились тоже не раз. У нас, например, приложение для ETH мы делали, и там статистика показывала, но очень другое распределение, чем вот в этой официальной гугловской. То есть, по России сейчас мы, например, делаем, ну, большинство, наверное, у нас 23-я у нас минимальная стоит. То есть, там еще не появились. И UTR конкретно, если про него говорить, то он, наверное, был самым таким, он у нас 4.1 версии поддерживается. И там больно, особенно, боль там зависит пропорционально дизайну. Если в дизайне какие-нибудь тени появляются, то там начинаются вот эти пляски. Да. И мне кажется, как бы, хотя странно, вроде, как бы аудитория, которая летает на самолетах, неужели, как бы, они не вынаградят телефон. Но, как бы, да, вот периодически очень такие неожиданные отчеты все получают, поэтому смотрите на вашу аудиторию, на страны, которые вы распространяетесь, и, как бы, могут быть сюрпризы, на самом деле. Я вспомнил еще в Твиттере есть канал, который называется, ой, точнее, этот не канал, как там в Твиттере, Handle, который называется MinSDKVersion, и он раз там в два года твитит версию, на которую всем уже можно перейти, можно туда посмотреть. Ну, это как бы полушутка, на самом деле. Но все радуются, когда он повышает. Когда он повышает, все начинают видеть и радоваться. Ну, а почему нет, как бы, если, извиняюсь, у меня тут нежданные гости. Вот. Почему нет, как бы, но, опять же, эти каналы и разработчики, ну, ведут разработчики, соответственно, как бы, они часто показывают свои желания, и, как бы, поэтому все хотят более... Денис подлагал, но я думаю, он хотел сказать, что ориентируйтесь на свою целевую аудиторию, спрашиваете аналитиков. Денис, но вот жизнь, она расставляет. Да. Так, у меня что-то с интернетом видимо. Да, ты просто дал на сфотографии. Да, да. Так, Денис, слышишь? По-моему, он подфризился немножко. Да, да, теперь слышу. Видно, нет? Да, видно. А уже есть. Скинь по ссылочке презентацию в чате. Презентацию, да, сейчас. скину, секунду. Я еще в канате наш календарский продублирую, потом попозже. Сейчас я просто гугл, собственно, называется-то. Прекрасный фон. Извиняюсь. Великолепный фон с самого начала был, еще, мне кажется, веселее. Да, он у меня такой, да. Причем все созвоны, все занятия английского, собственно, всегда так. Так, не ошибаюсь, вот эта ссылка, вот, доступна для чтения презентации. в принципе, в принципе. Так, ребят, ну, если, давайте еще вопросы, если вопросов нет, то будем закругляться. Вот, как бы, почти два с половиной часа метропа онлайна, это предел. Да. Давно ничего не было, поэтому все так соскучились, да? В общем-то, мероприятий, мне кажется, с одной стороны, хватает там различных там онлайн, но все равно какие-то локальные, мне кажется. Денис, а ты презу не скинул? Скинул куда? Да, ссылку в чатик. В чатик я не вижу. Может, я лично скинул куда-то? А, да, кстати, я GDG, скинул только секунду. Все, наши отмирицы. А, все, нашли. Все, хватайте ссылку, спасибо, ребят, всем за внимание, спасибо Дима, Денис, Толя, за то, что поучаствовали в этом. Да, спасибо вам. Спасибо, что позвали. Интересно. Все, всем хорошего вечера. Да, все, до свидания. Спасибо, пока. Новых встреч где-нибудь. вживую еще. Да, это тоже отлично. Все, ребят, пока-пока. Пока-пока. Так, наше. Отлично. Это очень много. Пока-пока. Пока-пока.